Поворот на восток. С Николаем Вавиловым. — Значительно больше, чем Саудовская Аравия поставила в Китай. Та поставила 86 миллионов тонн. Поставки оттуда упали на 1%. Наши поставки нефти в Китай растут. — Посмотрел еще другую таможенную статистику. По прошлому году вдвое вырос импорт российского алюминия. В полтора раза выросли закупки растительных масел и драгоценных металлов. Вот здесь две стороны одного юаня. — С одной стороны, да, это очень хорошо. Растут поставки наши в Китай. Китай отгружает продукцию, в том числе высокотехнологичную. Более 240 миллиардов долларов уже товарооборот между нашими странами. — С другой стороны, вот мы читаем сводки, да, растут, растут, растут сырье, растет, растет. Поставки нефти, металлы и так далее и тому подобное. То есть все нефть да нефть. — И вопрос, а вот у нас сейчас активно идет импортозамещение, плюс у нас высокотехнологичные сферы некоторые не уступают никаким, а может быть превосходят многие западные аналоги. И если условно предположить, да, что в каких-то странах, в каких-то сферах мы пересечемся по этим высокотехнологичным продуктам. — Условно предположу, да, атомная отрасль, которая сейчас активно развивается. — Это не условно, это вполне даже. — Да, которая сейчас активно развивается в Китае. И мы, я думаю, номер один в мире по самым прогрессивным технологиям. Условно предположим, Китай в какой-то третьей стране, которая считает, что имеет влияние политическое и экономическое на эту страну, захочет поставить свои ядерные реакторы, построить атомную электростанцию на своих ядерных реакторах. И Россия тоже предложит этой стране свои ядерные реакторы. Вот это пересечение, вот эта конкуренция, насколько она будет, скажем так, в рамках рыночных отношений? — Да, и даже бы сказал, экологичная. Будет ли она экологична, не отразится ли на наших лучших в истории или будущих самых лучших в истории отношений. И такая конкуренция уже была, например, на примере Аргентины. Правда, это достаточно забытый кейс. И кто там будет строить атомную электростанцию, соответственно, это уже вполне реальная история. Она очень многоуровневая, но я все-таки бы с нефти начал. И совершенно неожиданно она пока не будет касаться, эта тема непосредственно конкуренции России и Китая. Вот 107 миллионов тонн поставки нефти, да, и это из общего объема, 564 примерно миллиона тонн, это почти 1,5 всех поставок нефти. То есть с существенным опережением на 20% поставки Саудовской Аравии. Напомню, что всегда мы шли нос в нос, то есть Саудовская Аравия, то есть всегда вот Китай вот в этом году Саудовская Аравия больше поставила, следующим в России, вот это мы постоянно делили, это первое место. Здесь серьезно, значит, мы поставим серьезно больше, чем Саудовская Аравия. И здесь вопрос всех вот этих вот западных, прозападных, украинских и прочих, значит, источников, так называемых, да, которые, ну или СМИ, там, прочих мнений, что, дескать, вот Россия, она поставляет много сырья, превращается в сырьевое, значит, предато Китайской Народной Республике, чуть ли не вынуждена, загнано в угол, вынуждена все это переориентировать, спешно, то есть скорее-скорее грузите, Запад отказал, значит, там, в Китае и так далее. И якобы это не в нашу пользу, да. И вот тут очень важно, черт в мелочах, говорят немцы. Наша нефть, вот ее поставки по, значит, стоимости нашей поставки нефти, она была всего лишь на 10% дешевле, чем Саудовская нефть. Ну, как бы для непрофессионала, ну, на 10% дешевле, наверное, там, скидку какую-то сделали, да, 10%, да. Но российская нефть марки Brent, да, и там, или ВСТО Brent, да, который поставляется в Китае, она всегда была значительно дешевле арабской нефти, да. Ну, у нас больше предпочтений ЮРОС отдают. ЮРОС, ну нет, там, ну, ЮРОС, он формируется, его цена от нефти, севера, значит, Северного моря британской марки Brent, тяжелая нефть. Она тяжелая, в ней больше фракции, она дороже, значит, там, ее, значит, переработка и так далее, поэтому она всегда дешевле, чем Саудовская нефть. Всегда дешевле. Получается, что, значит, если нефть 10% дешевле, чем Саудовская нефть, то это, в принципе, цена обычная, рыночная цена. То есть, давайте вернемся, значит, что такое был 23-й год, это второй год проведения специальной военной операции. Россия пытается, значит, крики из Вашингтона, Брюсселя, там, Лондона и прочих Берлина в Париже разорвать, уничтожить, изолировать пакет санкций, там, 11-й, 12-й, там, какой-то еще, энны уже со счета все сбились. То есть, все, уничтожить, да, зажать, приезжать в стене. И в это же самое время, как будто бы у, значит, якобы изолированной России цена нефти-то не сильно ниже Саудовской, да. При этом, при всем Китае какие-то сверхобъемы закупают российской нефти. То есть, и опять же, к китайцам претензии. Коварные китайцы воспользовались СВО, чтобы прикупить по дешевке, значит, у загнанных, в кавычках, в России русских россиян, значит, этой нефти. И Россия чуть ли не воссала, вынуждена платить дань дешевой нефти. Вот, это риторика вот этих вот западных, значит, средств массовой информации, значит, разных там псевдоаналитиков и так далее, кстати, и серьезные аналитики тоже этим решили. Что показывают реально цифры? Россия продавала почти без скидки эту нефть. Весь 23-й год рекордными объемами Китай эту нефть покупал. И вы знаете, это точно не похоже на изоляцию. Это точно не похоже на невыгодные нерыночные отношения. Значит, это похоже на выгодные для России рыночные отношения. И я бы переформатировал вопрос, а если Китай в таких объемах по такой цене покупает якобы загнанную в угол в стране нефть, то есть, ну, конечно, я сразу скажу, что отказ от ответственности, это шутка. А кто кому дань-то платит? Да, то есть, как бы, да, а это получается, что Китай в какой-то ситуации находится потенциально, да, опасная с точки зрения расходования нефти, которая вынуждает его закупать у России в таких объемах, сверхобъемах. Нефть больше, чем у Саудовской Аравии, к усилению влияния на которое Китай приложил колоссальные усилия. Я напомню, что после вступления в должность генерального секретаря Си Цзиньпин первый свой визит совершил именно в Саудовскую Аравию. А уже после вступления в должность председателя КНР в Россию. То есть, это равнозначные два игрока. Китай нефтезависимая страна, 75% нефти. Но он сам добыл в этом году порядка 200 миллионов тонн. Значит, импортировал 200 на 500, 64, если мне память не изменяет. То есть, это нефтезависимая страна. Они создают определенные резервы на какой-то случай. Серьезный случай, скорее всего, связанный и с Тайванем, и с геополитической напряженностью, и волатильностью цен на рынках нефти и так далее. То есть, тезис номер один. Хочу зафиксировать это для наших слушателей, для всех, значит, там, тех, кто несет бред откровенный, значит, про российско-китайские отношения, что у нас здесь неравный союз какой-то, мы зависимые. Даже в условиях тотальной войны с Западом Россия на выгодных условиях поставляет Китаю нефть. На выгодных для себя наша экономика развивается за счет, в том числе, и помощи дружественной китайской экономики. Второй тезис. Китай оказал несоизмеримый максимальный объем материальной помощи России, которая ведет специальную военную операцию. Это наш незафиксированный союзник, дипломатический сферил, незафиксирован как союзник, но он оказал максимальную поддержку при максимальном давлении Запада. В этом всем положении он нарастил эти закупки. И третий тезис, который нужно понять, Россия не просто на выгодных рыночных условиях, а на очень выгодных рыночных условиях поставляла в Китай нашу нефть. И это говорит вовсе не о том, что Россия находится в сложном положении, а возможно это говорит, что положение Китая, которое стоит, и мы здесь его изучаем, немножко сложнее, чем положение Российской Федерации, которое ведет боевые действия на огромном участке фронта, еще и умудряется побеждать против всех законов военного дела современных, когда не могут израильские войска, крохотный сектор газа зачистить в течение трех месяцев. Россия сделала колоссальные успехи на этом фоне. То есть, вопреки всем законам современной абсолютно прозрачных введения боевых действий, предсказуемости тех или иных маневров вооруженных сил. Вот это очень важный показатель. Кроме этого, мы зафиксировались на доле 20% поставок нефти. Я нашим зрителям скажу, что по поставкам сельскохозяйственной продукции, по поставкам леса, алюминия и так далее, везде растет наше влияние на Китай. То есть, если вы скажете, что это сырьевой придаток, вы знаете, многие несырьевые страны, типа Испании, Италии, мечтают иметь такое сырье, чтобы ничего не делать, его поставлять. И США, будучи нефтеэкспортером, экспортером сои, ведущим сельскохозяйственных различных продукций и так далее, вовсе не стыдится такие объемы сырья поставлять. Если есть возможность поставлять сырье, замечательно, надо поставлять сырье. А второй уровень вашего вопроса – сырье и продукты переработки. Очень много сейчас в благосфере различные блогеры, китайведы пишут о том, что сырье мы поставляем, с 90-х годов ничего не поменялось. Но все-таки поменялось, все-таки больше продуктов переработки, в первую очередь, в сфере АПК поставляется и готовится. Но это большой вопрос, действительно, как Китай, почему сырье дешевле покупать? Потому что Китай – огромные трудовые ресурсы, возможность его перерабатывать. Та же нефть, она в НПЗ поставляется, например, Роснефть строит НПЗ в Тиндзи. То есть там мы строим свои вложения, чтобы там перерабатывать и так далее. Вообще, в целом, в Китае, с точки зрения пока что, в ближайшие 3-5-7 лет, все-таки трудовые ресурсы позволяют еще дешевле перерабатывать. Пока что, но тенденция негативная, потому что население сокращается, трудовые ресурсы дорожают. И так далее и тому подобное. Это большой вопрос для всех наших компаний. Роснефть – поставлять нефть, а не нефть, а бензин. Росатом – подразделение топливное. Это вопрос, который ставится поставлять не уран, а уже топливо для атомных станций. Мы поставляем пока порядка 3% топлива. Для Китая, хотя могли бы поставлять 10%, больше, гораздо процентов, это тоже мало освещается. Не лес, а пиломатериалы. Не, условно, не мясо, а мясную уже какую-то продукцию. Что сделали кондитеры, кстати говоря. Это вот малый кейс такой. Но показательность, что они берут сырье и уже поставляют кондитерские изделия. Всегда на добавленная стоимость высокая. Мороженое наше хвалят. Ну, мороженое, да. Неусловно, не просто там молоко сухое, а вот там уже мороженое и так далее и тому подобное. Все упирается в то, что китайский рынок, китайцы, они его создавали не для того, чтобы вновь повторить историю колониального прошлого и накормить какую-нибудь соседнюю страну и дать ей заработать. Они ее создавали для того, чтобы самим работать и обеспечить свое население. Вопрос, это первый, это вопрос политических рынков. И вот то, что сейчас алюминий вырос и нефть, кстати говоря, это вопрос переориентации Китая к России. Вот и это, на самом деле, одно из достижений, вообще маркер 23-го года. Второй год подряд у нас с Китаем рекордный рост товарооборота. И это рекордный среди всех китайских партнеров. Это не наш узкий российский показатель, это глобальный показатель. Везде сокращается, то есть Китай переориентируется на дружественные страны. Он всем видом показывает, что те, кто дружественны ему, он проводит позитивную торговую политику в отношении этих стран. Недружественная, значит, недружественная история. И вот, знаете, как в народе говорят, болтать не мешки ворочать. То есть рассказ говорить о том, что структуру китайской торговли российской надо переделать, это, как говорится, извиняюсь, ежу понятно, что гораздо лучше поставлять мебель, а не кругляк и так далее и тому подобное. Но китайский рынок... Попробуй туда зайти, в этот китайский рынок. Жесткая конкуренция. Поэтому ответ только один. Вы можете зайти туда только с китайским партнером. То есть если вы создаете... Ну что России нужно? На поверхности лежит, да, это агрокомплексы совместные с китайцами, промышленность, пищевое легкое совместное производство. Но китайцев мало кто приглашает войти в капитал, как это делает, например, Сибур в Амурском газохимическом комбинате. Вот пример, пожалуйста, из газа прирабатываем, значит... И, кстати, удобрения, вот я вот... Все эти драгметаллы, алюминия, это классно, замечательно, но вот удобрения выросли, да, российские поставки, это уже продукт переработки, аммиачное из газа удобрения. Вот они, китайцев пригласились, НПС 40%, проект Сибура, Амурский газохимический комбинат, они его строят, и будет полипропилен. То есть уже гелий, то есть это уже сложно. В России всегда была суперразвита химия, химическая наука, промышленность. Значит, отдельные центры никогда не увидали, это всем известно. Недаром, что у нас родина Менделеева, да, то есть мы великая химическая держава, об этом очень мало говорят. Но без китайцев, без китайского системного партнера, того же СНПС, вы себе рынок не обеспечите. То есть если вы создаете агрокомплекс, значит, у нас были попытки в Чувашии, там бюрократию разбилась, значит, любовь разбилась, а этот скалы быта, значит, лодка любви, да, значит, китайской дружбы, нету крупных агрокомплексов, которые бы пригласили бы сюда на, значит, с четким понятием разделения продукции. Нету мебельных фабрик, нету бумажных фабрик, да. То есть вот они придут только если они будут знать, что они в капитале, и в капитале на 40%, государство это гарантирует, и они начнут производство, поставки их этих инженеров и так далее. Даже если это будет, ну, рентабельно, под рентабельность будет 0%. В современном мире неустойчиво, когда геополитика решает, рентабельность, она становится на втором месте. Совсем не рентабельная, да, китайцы не будут заходить, но даже если будет это нулевая рентабельность, но это будут стабильные поставки тех же, там, пиломатериалов и прочее, китайцы готовы. Этим надо заниматься, нужны системные партнеры из Китая. Крупные, там, переработчики дерева не слышал, чтобы, значит, косяком в Россию бы ездила бы ассоциация мебельщиков Китая. Не слышал, чтобы в Россию, Москву посещала ассоциация, как и хочется спросить, хотя, значит, очень уважаю этого человека, а где Титов, да? Значит, что Титов, а сейчас, а где Титов? Хотя, по идее, все карты в руки, пожалуйста. Ассоциация мебельщиков, ассоциация производства различной пищевой промышленности, пожалуйста, возите, показывайте, предлагайте инвестиции. Ну, кстати, без вис-то тяжело заехать. Опять надо в визовой центр пойти, все эти ассоциации, с тем 300 человеком, значит, где-то зарегистрироваться, еще что-то, вот это вот галиматья. Все это упирается в очень простые решения. Значит, теперь третий аспект, да? Значит, третий аспект – это конкуренция. Если есть совместные предприятия, то вопрос конкуренции решен. То есть китайцы сами поставляют на свой рынок свою продукцию, произведенную в России. Ожидать большего, что, значит, ну, это вряд ли. Это, возможно, вообще с китайским рынком такое проделать очень сложно. Чтобы китайцы что-то покупали за рубежом, что они могли бы производить у себя. Либо это только их производство, они это сами производят, и сами же потом у себя покупают, туда экспортируют. Россия получает эту продукцию, эти технологии. Часть китайского рынка прибыли, да? Значит, расширение налогооблагаемой базы, трудоустройство наших и, значит, рабочих рук. И кроме технологий, у нас во многих отраслях, то, что у нас страна изобретательна, всегда была и останется, у нас конструкторские школы, в НИИ многие повымирали просто, да? То есть это причем там на самом даже простом профессиональном уровне у нас выпускников… Кстати, Китай тоже – это большая проблема. Выпускники профессиональных училищ – это не котирующееся образование. Для этого китайцы Министерства образования Китая ввело вот эти курсы профобразования с 9 класса. То есть можешь параллельно учиться в обычной школе, получать этот аттестат, но к 11 классу ты уже как будто техникум закончил. Вот этих рук у нас не хватает. И кто-то их должен учить, кто-то должен стандарты качества задавать масштабно, если мы говорим про реиндустриализацию. Хотя они везде нужны, я не призываю тотально к китайскому, значит, заимствованию, но где китайцы могут предоставить свой рынок, это было бы возможно. Такой работы не ведется. Поэтому конкурировать, собранная совместно с китайцами какая-нибудь модель китайского хавала на российской территории, которая будет потом экспортироваться в Китай, потому что здесь это будет дешевле в перспективе 15 лет, значит, никакой конкуренции там быть не может. Что касается конкуренции с зубастыми китайскими корпорациями, это не только Росатома касается, это вообще всех отраслей. Ну что делать? Ну надо разговаривать, надо общаться, надо устанавливать диалог, но диалога нет между этими корпорациями. А как китайцы могут себя повести, когда увидят реального конкурента на каком-то третьем рынке? Понимаете, вот как китайцы вообще ведут себя с конкурентами? Значит, у каждого крупного жилищного комплекса, когда еще не был развит юбер в Китае, Яндекс.Такси, да, значит, там прочие вот эти, ну имея в виду аналоги Яндекс.Такси, естественно, там никакого Яндекс.Такси по мини нету речи в Китае, значит, вот стоит там 10 таксистов, они обслуживают один комплекс на автобусной остановке. А я спрашиваю, вот если 11-й появится, вы его изобьете, изгоните? Он говорит, нет, просто вот мы будем распределять, значит, заказы, у нас уже у многих своя база наработана, то есть у китайцев нету подхода агрессивно уничтожать конкурентов. Они как-то встраивают, но просто, скажем так, есть конкуренция в дружбе. Вопрос в другом, что у нас нету коммуникации с китайцами. Грубо говоря, у того же, у атомщиков, да, китайских, есть гигантская ассоциация, где разные сторожилы, ветераны отрасли, инженеры, главные отставники, они постоянно обсуждают какие-то проблемы и так далее. У нас она очень номинальная, например, по этой линии могла бы быть коммуникация, да, значит, о том, как мы разделяем, понимаете, просто нет диалога. Вот там по Казахстану нет диалога, по Афганистану очень такой, там, значит, на одном, там, условно, возможно, Кабулове, там, по Африке, на Богданове на одном. Но это один человек, но это должно быть сообщество, чтобы был диалог, и чтобы можно было бы, значит, избежать... Конкуренция всегда будет, всегда будет. Она должна быть просто экологичной, она не должна вредить российско-китайским отношениям, но просто, чтобы она была экологичной, нужен диалог. А диалога-то, а с кем общаться-то? То есть, вот в этом ключе можно было бы ответить на ваш вопрос. В январе 22-го года был пост большой, он в телеграм-канале, значит, про схватку за китайский МИД, был пост этот опубликован. Очевидно, что даже назначение Цингана в дальнейшем, в, значит, январе 23-го года, в декабре-январе 23-го, значит, 2-го и 23-го года, эту схватку не отменил, как показала реальность. Прошло полгода, значит, и фактически вот это глубинное противостояние, возможно, да, вовсе не вот эти все странные скандалы, значит, оно и отразилось в смене этого министра. Ну, тем не менее, об этом писал. Ну, значит, я вас немножко поправлю, что это не факт, что пост, значит, министра иностранных дел это то, что ведет к премьер-министру, просто в годы трудное лихолетие создания Китайской Народной Республики было два ярких лидера, которые вошли в историю. Это один Мао Цзэдун, которого знают все, значит, а второй это Джо Уин Лай, которого, по сути дела, ну, это был человек номер два, это был премьер госсовета КНР, бессменный, вот, значит, много что менялось с 49-го года, и сам Мао Цзэдун утратил пост председателя КНР, в пользу Лю Шао Цзи, и потом это, значит, пост председателя КНР занимали другие люди, значит, там, Дун Би Уу и так далее, и тому подобное, о котором вообще мало кто знает, кроме как читателей китайской власти, значит, да. Тем не менее, всегда номер два был Джо Уин Лай. Джо Уин Лай — это человек, который родился, который в провинции в шанхайском регионе, тесно связанный с Шанхаем всегда, и всегда, значит, можно сказать, что это и есть основоположник, большая шанхайская политическая группа, и он совмещал пост премьер-министра и министра иностранных дел. И я бы даже больше того сказал, что одновременно с формированием коммунистической партии Китая Китая в июле 21-го года во Франции, когда там жил Джо Уин Лай, формировалась альтернативная коммунистическая структура, значит, тоже аналог коммунистической партии, совершенно, значит, под руководством Джо Уин Лай. То есть вот в Китае было всегда вот эти два человека. Вообще Китай — страна симметрии, там всегда, значит, всё симметрично, всегда с напарником, всегда, значит, цветов давят, да, 2, 6, 8, 10, они не любят, не симметрию и так далее. Значит, вот и Джо Уин Лай совмещал пост премьер-министра с министром иностранных дел. Это давало ему массу, развязывало ему руки, контактов с различными западными игроками. И, кстати говоря, Джо Уин Лай все-таки в большей степени — это творец отношений с Никсоном. То есть вот именно то, что происходило, значит, 71 по 79 год, это в основной, вот Никсон, условно, просто номинально встречался с Мао Цзэдуном, все переговоры, все тонкости вела шанхайская группа, да, именно представитель Шанхая, Джо Уин Лай и так далее. Поэтому пост министра иностранных дел с тех пор ничего не изменилось. Министр иностранных дел всегда, это члены ЦК, это, вот сейчас это член Политбюро, да, то есть в АНИ это член Политбюро, всегда в значительную роль играли. В Китае, ну, в России точно так же, и во многих, значит, социал-демократических или бывших социал-пост-социал-демократических государствах, это так. Значит, то, что сейчас в АНИ, во-первых, это то, о чем говорит Wall Street Journal, то есть действительно, Люди Анчао встретился с Блинкиным перед выборами на Тайване. Газета Синтао, которая поставщик инсайдов в последнее время, сбывающихся, кстати, инсайдов в большей степени, 90%, тоже добавляет, что он и с индийскими представителями общался и так далее. Вообще он был очень активным, как на посту в китайской компартии есть отдел по внешним связям, да, Тойвай или Лоопу называется по-китайски, значит, это многие называют чуть ли не партийной разведкой и так далее и тому подобное, но это вот орган связи с внешними игроками, внешними партиями, в основном коммунистическими, стало демократическое влага. Всегда это был очень такой серьезный пост. Сейчас, ну опять же, боюсь сделать такие предположения, что, да, не говори, го, пока не перепрыгнешь, пока непонятно, не утвердили эту историю с Ван-И, с то, что действительно пост будет передан министру иностранных дел, но тем не менее министр обороны появился, все-таки новый, значит, и возможно вот эту промежуточную стадию годовую или полугодовую, которая проходила в Ван-И, все-таки она закончится, потому что у кого-то нового назначен. Соответственно, Ван-И остается руководителем секретариата канцелярии по внешним связям ЦК Компартии, то есть это орган, формулирующий, координирующий основы внешней политики. То есть это партнер Патрушева, главы Совета Безопасности, партнер Салливана по стратегическому диалогу, то есть это верхнеуровневая внешняя политика. Он остается, он никуда не уходит. Но из-за вот этих всех, значит, борьбы за МИТ китайский, которая началась еще в 22-м году, значит, Ван-И был вынужден в себе совмещать эти позиции. И он на самом деле поднялся на очень высокий уровень и, по сути дела, был равен, уже стал равным Си Цзиньпину по восприятию внешних элит и в Москве, и в Вашингтоне, значит, и в Брюсселе, и других известных важных дипломатических столицах и так далее. Значит, вот сейчас его, по идее, если это действительно предположение верное, в Острид Джорнала Сентау, его немножко урежут в правах в пользу какого-то нового игрока. То, что у Людзян Чао, когда вот в январе я делал этот прогноз, большие шансы, я сделал вывод, во-первых, с того, что он занял позицию заместителя вот этой партийного органа внешних связей, значит, комитета по внешним связям, или отдела, лучше так, отдела, значит, по внешним связям Компартии, и то, что он занимал пост главы комсомола в китайском МИДе. То есть вот эта группа комсомола, которой много посвятили внимания, которую вывели со съезда во главе с Ху Цзиньтао, дополнительные детали, как связано с комсомолом, вы можете это посмотреть в телеграм-канале, значит, там, вплоть до, значит, фотографий, да, и фотографических сходств определенными лидерами и так далее. Ну вот эта вот история о том, что он может занять, вот она оказалась действительно точной, и, ну, я не хочу себя там хвалить, да, в эфире, и тогда вообще не хочу себя хвалить, но такого прогноза не было ни у кого, то есть на тот момент. Тем не менее, вот эта комсомольская история, что и выдвиженец этих сил сейчас может занимать пост. Тогда еще было, почему с всем был связан пост, потому что была, значит, в телеграме, потому что была конкуренция между первым заместителем министра иностранных дел, значит, Лэй Юй Ченом, который всегда Россией занимался, Казахстаном, значит, был послом в Казахстане и так далее, то есть Россия ориентированная. Вот момент, да, вот момент такой, значит, перед СВО, несколько месяцев до СВО, смещают пророссийского министра, его сместили где-то в июле, по-моему, сейчас могу ошибаться, но тогда была конкуренция, кто МИД возглавит, да, то есть кто возглавит МИД вместо ЛАНГИ, которое пойдет на повышение, да, по традиции в партию, в партийный, значит, координационный орган уйдет. И вот был либо российский, либо проамериканский Людзянчао. И вот то, что сейчас как будто бы вот он идет на повышение до министра Людзянчао, да, как оказалось верным, это кому-то со стороны может показаться, что это какое-то ослабление позиции Си Цзиньпинга. На самом деле речь идет о размене, размене, значит, я напомню, что, во-первых, сейчас министром обороны стал флотоводец, выходец из ВМС, это вообще небывалая история, это прямой сигнал, все, красная лампочка, над словом Тайвань загорелась, по сути дела, а министром иностранных дел, который бы сохранил бы при этом контакты с Соединенными Штатами, причем глубинные контакты с глубинным государством, с Соединенными Штатами, вот это вот такое назначение. То есть, да, операцию это не отменяет, но контакты никто не разрушит. Тем более, человек достаточно молодой, и 10-15 лет спустя у него очень большие перспективы, если он уже сейчас займет позицию главы МИДа. Главное, чтобы это все было, разные могут быть события в течение 10-15 лет. И второй момент, это то, что сына Худзиньтао, который вывели со съезда, Хухай Фэна, с позиции руководителя одного из районов, отстал их достаточно, город Лишуй, провинция Джизиан, далеко от моря, не относится к особо экспортно-развитым районам, вот его повысили до замминистра гражданской администрации, которая курирует все общественные организации в Китае. Сын Худзиньтао. То есть все это напоминает то, что Си Цзиньпин дает гарантии определенные ушедшему или того, кого увели со съезда, который устал, его пришлось увезти, значит, со съезда 20-го под телекамеры, гарантии в период обострения Соединенными Штатами. Возможно, и это просто мое предположение, что взамен на назначение этих людей на эти позиции могущественно, это нельзя отрицать, что Худзиньтао это могущественный очень игрок, политик, потому что он входил в состав постоянного комитета политбюро чуть ли не 20 лет. Но это тоже как Си Цзиньпин, вот третий срок, он, значит, сейчас насидит на председателе КНР. Вот Худзиньтао, состав постоянного комитета политбюро на разных позициях с самого молодого возраста, еще с 90-х годов входил и оставался там очень долго, до 2012 года. Ну, это серьезный очень период, это редкий политик, у него очень много власти. И чтобы эту группировку немножко, значит, остудить ее пыл, определенный размен, возможно, это гарантия страны Си Цзиньпина, что не исключает действия в отношении абсолютно многоголовой прозападной группировки, комсомола, которая сформировалась там, это различные деятели, не буду их сейчас, значит, обозначать, но против них, возможно, очень крупные дела в течение всего этого года. То есть, вот эти вот размены очень важны, они не отменяют никакой тайваньской операции, они не отменяют борьбы и противостояния с армейской группировки, да, Си Цзиньпина, с ее лозунгом великого возвышения Китая, великого возрождения китайской нации, не отменяют. При этом, при всем, значит, сложная ситуация в китайской экономике. Во-первых, то, что я бы хотел в нашем эфире отметить, пока у нас тут осталось буквально минуток 10, значит, первое, в Китае заморожены девелоперские проекты в 12 провинциях, которые получили меньше, реализовали меньше 50% инвестиций. Вот, все, это консервация, начало консервации девелоперского сектора, причем масштабная. Ну, то есть, представьте, дом на треть построили, все, не будем достраивать. Когда его расконсервируют, одному Богу известно, и, скорее всего, это будет еще 10 лет постоит, и если этот недострой и долгострой, его просто будут уничтожать. Как во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах сливали молоко в реки, апельсины, значит, все эти видели советские фильмы, значит, и все это перепроизводство сжигали. Вот, это очень серьезная история. Вторая история, то, что Китай, по версии Блумберга, прибегнул к валютным интервенциям, чтобы спасти и курс юаня, и, значит, и падение на шанхайской фондовой бирже на 2,7%. Я напомню, что, значит, что такое 2,7%? Это для нашего, значит, фондового рынка, который, ну, такой крошечный по сравнению с китайским и так далее. Это такая колебания, значит, привычная, ну, 2% больше, 2% меньше, а вот великий кризис первый, значит, фондовое обрушение фондового рынка Китая началось с падения 6,9%, то есть, это, по сути дела, половина от необходимой величины, чтобы организовать гигантскую панику на фондовых рынках Китая. Половина. Пока не полностью, но это очень серьезная история. Другой момент. Да, Китай сохранил ключевую ставку. 3,5%, о которой мечтают в Российской Федерации, значит, да, и как будто бы, вроде, он не прибегает к количественному смягчению, это термин финансиста, когда печатают много денег, чтобы экономика дальше не стояла и развивалась. Как будто бы, не печатают, но не совсем так. Норму резервирования для банков китайских в среднем сократили на полпроцентных пункта, это даст примерно привлечение триллиона юаней в китайскую экономику. То есть, это тоже серьезно. Китайская экономика продолжает держаться на дополнительных вливаниях. И то, что сегодня сейчас написала Financial Times, прям у нас по горячим следам, просто комментирование футбольного матча происходит какое-то. Значит, то, что цена на литий в Китае упала за вот этот год на 80%, потому что резко упал спрос на автомобили. О чем это говорит? Это говорит о том, что при том, что красивые цифры рисуются, после таких-то вливаний, конечно, там подрастет и стабилизируется и недвижимость, и как будто бы, как много продаж автомобилей в Китае, как будто бы гаджеты по сравнению к плохому, значит, к 22-му году выросли. На самом деле, они не восстановились ни к 21-му, ни тем более к 19-му году. Значит, по факту китайская экономика находится в очень серьезной зависимости от кредитных средств. Очень серьезная. И до сих пор третий пленум финансо-экономически не объявлен. Мы с вами просто каждую передачу ждем. С удивлением, да, обнаруживаем, что он не объявлен. 30 лет Китая, все было как часы прозрачно. Здесь уже и Новый год китайский близится в ночь 9-10 февраля. И по уставкам партии раз в год как минимум должен проводиться пленум. Конечно, Си Цзиньпин властвует над этой историей. Он показывает, что он вне времени, вне рамок этого часового механизма, что он может его хоть там следующую осенью провести. Судя по всему, ему это не важно. Но показатели не, как сказать, ну, те, кто действительно понимает, как соотношение кредитных средств к развитию экономики, они удручающие. Вот я сейчас заканчиваю, кстати, проанонсирую, пользуясь возможностью нахождения на поле чудес. Передам привет всем. Значит, варенье не привез, значит, да и вы не Якубович. Но тем не менее, песню не спою в следующий раз. Это оставим поле для развития моих талантов на будущее. Пишу, заканчиваю сейчас третью книгу, широкого очень профиля, потому что понял, что китайская власть очень сложна. Для тех, кто, ну, для меня они за скобками все эти моменты, когда 10 лет живешь в Китае, конечно, все за скобками. То есть, и ты понимаешь, что какие-то вот вещи, их не надо разжевывать тебе. Оказалось, что надо много разжевывать, и когда проводишь закрытые какие-то семинары, лекции для компаний, ведомств, учреждений и так далее, вот очень много таких вопросов, базовых всегда. И я для этого написал специальную книгу по итогам всех вот этих вопросов и так далее. То есть, я заканчиваю. И самое интересное, там же про экономику тоже будет, и вот я сейчас немножко так раскрою часть содержания книги. Значит, экономика китайская выросла за последние три года ковидные, да, ну это серьезно показать, 25%, да, значит, но на каждый, значит, рост процента экономики, вот это очень интересно показать, который будет очень интересен экономистам, на каждый юань, который выросла китайская экономика и ВВП, на четыре юаня выросла китайская биржа. Ну, то есть, гадалки не ходи, это просто эмиссия, это напечатанные деньги, они не ушли в реальный сектор, они прокрутились там и ушли, и законсервировались временно в биржах. Что это означает? Ну, это не прямой показатель, это косвенный, что на каждый, на четыре напечатанных юаня только один юань пошел в реальный рост. То есть, ну, это очень серьезное стимулирование физраствором этого пациента, который, значит, атлет, он пробежал стометровку, какие-то у него травмы произошли, значит, ему делают переливание крови и ему влили не кровь, а физраствор. И сейчас от него говорят, а ну-ка, пробеги, пробеги снова эту стометровку, тоже, вместо крови, правда, у тебя будет начать на, значит, три четверти у тебя будет физраствор, да, а не кровь, да, значит, в организме. То есть, это очень серьезная кредитная накачка, и вот Китай находится вот в этой состоянии, этой тотальной кредитной накачки, и, так сказать, то, что там, значит, какие-то контакты с США происходят, и это тоже, как бы, вопрос, вот, ну, то есть, какие действия будет дальше Китай предпринимать, чтобы это все механизм запустить, потому что очевидного, очевидного ответа на то, как стимулировать будет Китай дальнейшее свое развитие, и на его нет этого ответа, да, и здесь можно задаваться вопросом, а кто довел страну до такой объема кредитной накачки, да, а вообще вот эти, значит, локдауны, да, которые были в Китае, которые запустили механизм этой кредитной накачки, правильно ли делало правительство Ликотьяна, если Катьяна уже не спросишь, да, как бы, мертвая срама не ему, да, как у нас говорят, значит, но, а почему эти вопросы к Си Цзиньпину, мы не должны к Си Цзиньпину задать, предыдущему правительству Ху Цзиньтау, которые запустили этот механизм кредитной накачки, и которые понастроили этих пустых домов, а реальных очень много, и бизнес-центров пустых, это видно, любому невооруженному взгляду, и так далее, то есть, Си Цзиньпин, он просто пришел во власть, значит, когда это было в апогее, и биржевая, вот эта вот раскрученная история, он с этим борется, но выходить из-за, и претензии, понятно, что будут к нему, но организовался весь этот вот хаос, значит, этот беспорядок, да, не он, но ему надо будет сейчас выходить из этой ситуации, как-то реструктуризировать, хотя, вот, справедливости ради, надо сказать, что все-таки в 21-м году, в декабре, биржа китайская была на пике, у нее капитализация была совокупно 14 миллионов долларов, сейчас подсдули все-таки, это до 11, но все равно, до ковида это было 7, то есть, биржа выросла условно там почти на 100%, а экономика на 25, хотя, казалось бы, да, у нас многие молятся, чтобы за 3 года экономика на 25% выросла, то есть, что такое современная мировая экономика, это три бегуна, третьего избили украинской дубинкой, значит, это Евросоюз, и ему ноги поломали просто, пока вот он бежал с 20 по 23, осталось 2 бегуна, бегун Соединенные Штаты, у которого психические проблемы, он может сейчас вообще просто на трибуны побежать, потому что, ну, как бы он может потеряться по этой дорожке, не добежать, и второй бегун, который молодой, большой, здоровый, но у которого влилили столько физрастрова, столько допинга, что весь и сердце может отказать, прямо на середине беговой дорожки, и вот что-то нужно будет реанимировать, скорую вызывать, и как там поведет себя добрый доктор Си Цзиньпин, еще одному богу известно. Да, ну и кто будет лечить американцев, это мы узнаем только в ноябре. Ну, на сегодня все, спасибо большое, Николай Николаевич, китаевед, публицист, Николай Вавилов был с нами в этом части, напомню, телеграм-канал Николая Николаевича, Китай, Николай Вавилов, наш телеграм-канал Вести, ФМ+. ФМ-канал